Кто кормит кулак, что бьет. Субтитры создавал DimaTorzok Покажи мне свои товары. Научи меня ювелирному делу. Итак, хорошенько запомни, что подобное занятие не терпит спешки. Первым делом тебе понадобится железный слиток, чтобы сделать из него оправу для кольца. Далее тебе будет нужен драгоценный камень. Это самый главный компонент в нашем деле. Их очень трудно отыскать, но без него у тебя абсолютно ничего не получится. А где ты их доставал? Обычно у торговцев, что приплывали из Варанта и Лимертаны. Но стоили они, как ты понимаешь, целое состояние. Так что не каждый мог позволить себе подобного рода вещицу. Что дальше? Еще тебе необходима сера, смола и кусок угля. Все они нужны для огранки самого самоцвета. Когда же у тебя на руках будут все компоненты, просто берешь форму для отлива заготовок и плавишь там металл. Затем обрабатываешь камень на верстаке до формы оправы. Крепишь его туда и все. Твое кольцо готово. Звучит не так уж сложно. Подожди, это еще не все, что тебе следует знать. Дело в том, что все драгоценные камни содержат в себе небольшую частицу магии, которая позволяет приобретать кольцу его магические свойства. Каждый вид самоцвета наделяют предмет своими особенными свойствами. Это надо понимать. Конечно, обычная сталь не слишком подходит для создания по-настоящему прекрасных и могущественных артефактов. Но чтобы просто попрактиковаться, вполне сгодится. Ну как, все запомнил? Конечно. Отлично. Да, и еще кое-что. За этот урок я с тебя денег не возьму, но за следующие придется заплатить. А где мне теперь взять форму для отлива колец? Вот, возьми мою. В конце концов, мне она больше не нужна. Но смотри, не потеряй. Само собой. Я хочу улучшить свои навыки ювелира. Хорошо. Думаю, что пришло время тебе узнать, как делаются ювелирные украшения из золота. Все, что тебе понадобится, это золотой слиток и по два куска серы, смолы и угля. Остальной процесс ничем не отличается от изготовления стальных украшений. Больше практикуйся, и у тебя обязательно все получится. Что я еще могу узнать о ювелирном деле? Только по-настоящему опытные мастера могут создавать украшения из магической руды. Для этого тебе понадобится рудный слиток и по три куска серы, смолы и угля. Не спеши. Сосредоточься на шлифовке камня и постарайся не повредить его, когда будешь вставлять в оправу. Все это, безусловно, непросто, но полученный результат полностью себя оправдывает. Теперь иди и попробуй сделать какое-нибудь колечко. Больше тебе нечему меня научить? Единственное, чему еще я мог бы научить тебя, так это создание амулетов. Я могу тебе рассказать и об этом, если, конечно, захочешь. Чушь. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...